Всем привет! Сегодня я в гостях у своей знакомой Людмилы. Вы просили манты? Сегодня мы готовим манты! Всем привет! Я когда жила в Казахстане, это было любимое блюдо нашей семьи. Ну, ты меня научишь сегодня готовить, пропорции, как лепить. Но я вам говорю, это очень вкусно. И я вам говорю тоже, это очень вкусно. Ну все, начинаем готовить манты. Я так понимаю, начнем мы с приготовления теста. Я всегда боялась сама делать манты, потому что думаю, что что-то сделать чуть не так, и вообще не получится у меня ничего. С чего начать готовить тесто? Делаем пельменное тесто. Самое обычное пельменное тесто. Это вода, соль, мука и немножко я, это мой рецепт, я добавляю растительного масла. Буквально там столовую ложку. Так, хорошо. Мне кажется, так тесто получается более интересно, особенно при раскатке и при лепке. Наливаем воду в миску, желательно кипяченую, охлажденную. Я вот делаю по 200 грамм у меня. То есть это 600 миллилитров воды мы сегодня берем? Да. Немножко соли. Ну вот, пол столовой ложки, да? Теперь добавляем яйца. Взбиваем. И постепенно добавляем муку. Муки нужно столько, чтобы тесто было крутым. Вот сейчас, на этом этапе, я немножко добавлю растительного масла. Вот буквально столовую ложку, не больше. И продолжаем замес. Потихоньку добавляем муки. И вымешиваем. Если уже вы чувствуете, что в миске собралась вся мука, мы можем перейти на досточку, ну или вот на коврик. У меня коврик силиконовый. И вот так, наверное, все-таки легче. Нам нужно добиться переменного теста. Еще немножко. Вот замесили тесто мы. Теперь это тесто нужно отправить или в пакет, чтобы не было доступа воздуха, или в миску накрыть салфеткой. Или пищевой пленкой можно? Да, или пищевой пленкой. И сколько оно должно лежать? И в холодильнике, или на столе? Нет, нет. В холодильнике не надо. Пусть оно лежит при комнатной температуре. Кухня на столе, да? Да, да, да. Пока мы будем делать начинку, тесто будет уже готово. Вообще обычное пельменное тесто. Да. Мы дома делаем и пельмени. Людочка, можно тесто сделать заранее? За несколько часов, предположим? А если я, например, сегодня делаю тесто, а завтра делаю манты? Тогда в холодильнике. Тогда в холодильник тоже так можно. Замораживать такое тесто? Ну, можно. Ну, зачем замораживать, когда свежее? Ну, в общем, пару часов точно оно может полежать. Да, да, да. Сколько у тебя ушло муки? Значит, сколько у нас ушло? На 600 грамм воды у нас почти полтора килограмма муки. Ну, так как мука у всех разная, все-таки каждая хозяйка должна... Плюс-минус 100 грамм может быть. Да, и надо тесто чувствовать. Чтобы оно каталось, не прилипало к рукам. Я поняла, чтобы оно просто каталось, не было такого, что оно липнет к рукам и хорошо раскатывалось, чтобы... Я поняла. Ну что, ждем, чтобы тесто полежало, будем готовить начинку. Какое мясо понадобится? Я смотрю, тут два варианта мяса. Еще и сало. Мясо идет у нас в основном говядина. Ну, желательно, чтобы был жирок, да, говяжий. Так. Так, это необходимо. Чтобы было сочненько. Естественно, вот у меня телятина. Естественно, можно, конечно же, телятину. Но опять же, чтобы было с жирком. Телятина обычно бывает постная. То есть постная не подходит, надо с жирком. Ну, да, надо немножко жира, да. Скажи, а каким мясом можно заменить? Если, например, телятины я не нашла, курицу можно положить? Делаются манты с курицей, но настоящие манты, это, конечно же, с говядиной. С говядиной? Только говядина? Баранину можно. Еще туда ассорти можно такое делать? Да, да. Говядина, баранина, можно только бараньи, да. Ага, а сало нам зачем? Это не сало, это курдючий жир. Это задняя часть от барана. Это, конечно, специфический продукт. В основном, ну, я же сказала, что это манты, это блюдо восточное, азиатское, да. И люди там привыкшие к этому продукту. И поэтому по технологии добавляется этот курдючий жир. Я бы советовала, если кто-то это будет делать в первый раз, немножко добавлять, если вы хотите попробовать, потому что специфический вкус. А салом просто можно нашим салом заменить? Ну, нет. Если я не нашла курдючего жира. Нет, нет, тогда лучше побольше говяжьего жира. Ага, чтобы просто на мясо было такое жирненькое. Вот этот курдючий жир, почему он добавляется? Он там растапливается во время парки, варки, парки, да, он растапливается. Эффект другой получается, да? И вкус, конечно, специфический вкус. Салом так выйдет. Не выйдет так салом. Такого вкуса не добьетесь. Хорошо. Это все режем или на мясорубку, фарш как делаем? Вообще, это надо мелко-мелко порезать руками. Это будет самый тот эффект. Но можно пропустить и через мясорубку, но только лишь через крупную сетку. Мы режем? Да, мы будем резать. Да. Для того, чтобы легко резалось, немножко надо в морозильке, чтобы оно полежало, да? А, да, чтобы тогда ровнее, так не получаются мелкие кусочки. Вот, смотрите, немножко здесь у меня подмороженное еще мясо, и оно очень даже намного легче режется, красивее. Вот такой фарш у нас получился. Мелкие-мелкие кусочки. Теперь мы к нему добавим грамм, ну вот у меня где-то здесь килограмма два мяса, и грамм 150 курдючего жира. Точно так же мелко. Соединяем жир с фаршем. Теперь добавляем лук. Вот, смотрите, соотношение один к двум. И нам нужно будет все это хорошо перетереть руками. То есть лука должно быть много? Много должно быть. Соединить, чтобы все аккуратно было, потому что на дне может мясо остаться. Вот так. А что и специи ты добавляешь? Теперь мы приправляем солью и перцем. Все, больше ничего не надо. Больше никаких специй, только соль, перец? Ничего не надо. Перчика побольше. Перец и соль. Да. Можно добавить красный перчик, острый. Кто любит печеное. Это да, это для любителей. Вот еще я сюда бы, знаете, добавила немножко водички. Если ты, Оля, поможешь мне? С чайником кипяченой водички. А сколько? Вот тут 2 килограмма мяса. Сколько воды? Чуть-чуть поколей, а я буду мешать. Я тоже должна почувствовать. Ну, мясо станет таким более сочным, да? Оно впитывает воду. Да. Вот еще чуть-чуть, все, все. Все? Ушло. Ну, где-то четверть стакана, не больше. Да, где-то. Грамм 30. Миллилитов 30. Может быть, 50. Так как мы сегодня делаем 3 начинки, я вот с общей массой мяса беру в другую посуду. И столько же у меня получилось тыквы. Вот смотрите. Один к одному, да? Да, да, да. Тыква тоже даст вкус и сочность. Ой, попробуем. Да. Это будет вторая у нас начинка. Также перемешиваем. Делаем третью начинку. Картофель трем через крупную терку. Добавляем лук. Также добавляем соль и перчик. Варить манты будем в мантоварке или в пароварке. Это такие кастрюли вот с дырочками. На дно нижней кастрюльки наливаем воды. Половину, чуть больше можно. Кастрюлю смазываем растительным маслом. Тщательно смазываем. Каждую кастрюльку, да? Тесто наше полежало. Мы достали его из пакета. Теперь отрезаем кусок теста. Раскатываем колбаску. Режем на одинаковые кусочки. Срезаем тесто в муку с двух сторон. Раскатываем круг толщиной 1-2 мм. Кладем чуть больше столовой ложки фарша. Сейчас еще немножко вот так. В противоположные стороны накладываем друг на друга и прижимаем. То же самое с другой стороны. А эти соединяем между собой. Формируем. В мант с картошкой добавляем примерно чайную ложку сливочного масла. Каждый мант окунаем в растительное масло, но только дно. И в кастрюлю отправляем. Распределяем манты на расстоянии друг от друга, для того, чтобы они не слиплись при варке. Вода закипела. Теперь каждую кастрюльку ставим друг на друга. Мясная начинка готовится около часа, а овощная минут 40. Манты уже готовы. Сейчас мы будем накладывать. Мы тут же все ходим по кругу, потому что слюньки... Голодные, да. Итак, давай посмотрим, что у нас получилось. Они действительно так расходятся, поэтому нужно на расстоянии выкладывать. Да-да-да. Так, как подавать, Люда? Ну, давайте вот так попробуем снять. Легко, чтобы не повредить. Я буду помогать рукой. Вот так. И сразу на стол, да? Они сразу кушают, да, кушаются сразу. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Мы выложили буквально одну часть мант на тарелку. Она такая тяжелая, красивая. Я уже один попробовала. Ну, я сейчас буду пробовать, рассказывать, как это вкусно. Людочка, спасибо. Просто круто. Теперь я буду готовить дома манты. Пожалуйста. Делай и вы все делайте. Итак, момент истины. Пробуем манты. Очень сочное. Значит, что хочу сказать. Рубленое мясо. Рубленое мясо кусочками, это сочно, намного сочнее, не так, как в пельменях, когда мы делаем фарш. За счет того, что тесто готовится на пару, весь сок внутри, и тесто не напитывается водой. По вкусу это значительно отличается от наших привычных пельменей, да, или там вареника с мясом. Это реально манты. Очень много лука за счет вот этой сочности, и он приготовленный. Нет такого впечатления, если кто-то недолюбливает, как большое количество лука, да, Настя. Да, и почувствовала своеобразный вкус от курдика. Да, но он абсолютно приятный. Нет такого впечатления. Вот, может быть, за счет того, что мы сегодня немного его добавили, да. У нас получилось как приправка своего рода. Да, вот как-то мы угадали, да, на 2 килограмма, 150 грамм приблизительно мы добавили. И есть приятно, кто не любит баранину, вы попробуйте хотя бы немного добавить. Это, ну, как бы это реально тогда манты настоящие, как они есть, с таким вкусом. Это вкусно. Итак, это был мясной вариант. Сейчас попробуем тут, по-моему, с картошкой. С тыквой, это с тыквой. Это с тыквой? Да. Ну, сейчас я укушу и посмотрим, что он ты. Сок, видишь, как бежит. Ммм. Очень горячо. Значит, возьми вилку. Слушай, вкусно с тыквой? Можно я вилкой? Очень горячее. Очень вкусно с тыквой. Я даже не ожидала, что с тыквой так вкусно. Посмотрите, какая начиночка. Тыква тоже дает сочность. Плюс это овощ. И соединение мяса с овощем тоже своеобразный вкус. Ты знаешь, вот обычно, ну, я даже не могла подумать, что мясо можно соединить в тыкву и все это сделать в мантах. Да. Очень вкусно с тыквой. Я бы даже сказала, что мне больше понравилось с тыквой, чем без нее. Ну, попробуй теперь с картошкой. Так, теперь картофель. Я тоже буду вилкой. Очень горячий. Так непривычно. Мы когда делаем вареники, пюре. А тут натертое на терке. И да. Из-за того, что там сливочное масло, тоже очень вкусно, да? Вот соединение. Очень вкусно, что это была сырая картошка, и она приготовилась на пару. Это вкуснее, чем пюре в варениках, я бы сказала. Можно попробовать теперь вареники наши обычные, делаем натертой картошкой. Реально, это вкусно. Сливочное масло дает больше нежности, и за счет этого такой, как бульончик. И сладость от сливочного масла идет. Значит, что я хочу сказать. Я бы готовила с картофелем и с тыквой. Вот мне очень понравилось это сочетание. Мясо, ну, оно как бы с мясом, знаешь. А вот с тыквой и мясо, это очень вкусно. Людочка, ты просто гений. Ты так дома готовишь, вот в таких вариациях. Да, да, да. Что еще можно добавить в манты, вот в начинку? Что еще можно? Можно просто сделать тыкву с луком. Можно тоже с цукини. Цукини. Цукини, например, с мясом хорошо сочетается. Можно тыкву с цукини. Слушайте, вариаций очень много. Попробуйте, напишите, может быть, кто-то делает какие-то еще другие начинки. Будет интересно. Ждем ваши фотоманты. Людочка, большое спасибо за твое гостеприимность, что мы сегодня у тебя на кухне. Я еще тут у Людочки пробовала кучу разных блюд, нас тут ждали, угощали. Так что большое спасибо за манты и низкий поклон. Спасибо вам, приезжайте к нам еще почаще. Спасибо большое. Я всегда очень рада. У нас за окном льет дождь, такая погода ветреная, а за столом у нас тепло и вкусно. Людочка, большое спасибо. Сейчас Дима покажет. Там окно запотевшее. Да, ничего не видно. Так, ну что, будем прощаться, мы пойдем обедать. Всем спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал, приготовьте манты. Жду ваши фото в инстаграме. Пока. Пока-пока. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok